Доброе утро, церковь! Текст, которого мы сегодня с вами коснемся, он находится в послании к евреям. Это 15-16 стихи 11 главы. Читаю. Что они физически из Египта вышли, но Египет ментально остался внутри них. То есть у них не менялось мышление. Они постоянно думали о том, откуда они вышли. Они постоянно этим жили. И вы знаете, скорее всего, в Египте не было все так плохо. Скорее всего, там были и свои плюсы, и свои минусы. Но так как они не оставили старое мышление свое, то они и не вошли в обитованную землю. Но кто туда вошел? Вошли те, кто родился в пустыне. Вошли те, чье мышление формировалось в пустыне. Оно было новым. Оно было совершенно другим. И вы знаете, это очень хороший пример для нас. Пример того, что в нас необходимо, чтобы в нас тоже формировалось новое мышление. Чтобы это новое мышление приходило на смену старого. И знаете, слова, которые очень сильно меня цепляют здесь, они написаны в 16 стихе. Здесь говорится, что они, то есть люди с новым мышлением, они стремились к лучшему, то есть небесному. Вы знаете, есть такое выражение, что хорошее – это враг лучшему. И нам с вами важно понимать, что не все хорошее по человеческим критериям, оно является хорошим в глазах Бога. Есть очень много хороших вещей, которые по-человечески хороши, но они не ведут ко Христу. И в нашем случае часто бывает так, что хорошее, оно является врагом тому, чтобы познавать то лучшее, что Бог приготовил каждому из нас. Апостол Павел скажет Коринфянам, что мудрость этого мира – есть безумие перед Богом. Потому, дорогие, нам очень важно прилепиться к Богу не только сердцем, но и разумом, разумением своим, говорит нам заповедь. При этом работая над своим мышлением. Потому что, знаете, любить Бога сердцем намного легче, чем разумом. Но наш разум является очень важной составляющей. Давайте не забывать слова Павла, адресованные Римлянам, где он говорит о людях, которые не заботились иметь Бога в разуме, за что они удостоились превратного ума. Превратного, то есть неполноценного, не способного вместить Божий замысел о себе. Поэтому пусть Господь благословит нас, понимать эти истины. Пусть они будут доступными для нас, чтобы мы размышляли над ними. И чтобы в нашей жизни был плод измененного мышления. Хорошего всем дня и до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ